На 175-м километре Серовского тракта, неподалеку от поселка Малая Лая, а, тут такая схема, тогда так, от поселка Ёлка Малая Лая, произошел смертельный, точнее даже четырежды смертельный замес с участием Шкоды и Фольксвагена. Декорация такая, вчера в праздник Святаго Духа, который в кое-то веки пришелся на выходной, во втором часу ночи по темному Серовскому тракту катилась Шкода Октавия, пилотируемая рулевым 72-го года рождения. Тот скажет, позвольте, федеральный телевизор нам каждый день говорит, что и Петр Первый был 72-го года рождения, так что парочку цифр еще накиньте. Ну хорошо, Октавия, пилотируемая рулевым, естественно, 1972-го года рождения, катилась по тракту. Про водителя известно, что жил он в Среднеуральске, стажу руления в нем было 28 лет, он не был обременен и в прошлом году был лишен прав на полтора года за руление в пьяном виде. И вот среди ночи в густой уральской тьме этот опытный, но бесправный рулила по какой-то причине высунулся на чужую, и Октавия лоб в лоб налетела на первый встречный Volkswagen Passat, пилотируемый 35-летним рулевым из Красноуральска, со стажем 15 лет, с шестью административками за превышение скорости и, что важно, тоже не обремененным. При лобовом таране белый Passat выплюнул из трассы в кювет, хотя нет, надо же описывать события согласно рейтингу важности оных, при лобовом таране погибли 4 человека. В чешском универсале покинули этот мир виновник замеса и его 47-летний пассажир. В невиновном Passat отлетели на небо рулевой и его пока не идентифицированная пассажирка. И вот тут можно добавить, что удар был такой силы, что Passat выплюнула в кювет. Вот такая печальная история. Два пилота и оба не пристегнутые. Кстати сказать, для полноты картины. В это же самое время на 95-м километре трассы Никола-Павловская-Петрокаменская-Алапаевск возле села Мелкозерова, Ниссан, кувыркаясь, улетел в кювет и его пилот погиб. Так вот он тоже был не обременен, но это совсем другая история.